я пришла к зубному доктору и как всегда у нас дождь потому что у нас сезон дождей не знаю как правильно стать где уловить свет вот сейчас я покажу вам реально что здесь творится то есть здесь от моего дома вообще доехать это как бы десятиминутная дорога но мы настолько застряли в трафике я не снимала по дороге но здесь вот хочу вам заснять и чтобы вы увидели что творится реально возле клиники то есть все машины просто по колесо в воде а скутера просто лежат в воде сейчас я подойду прямо вот к воде посмотрите это просто ужас вот там дальше по улице там вообще даже выше чем колесо даже выше чем по колесо в машине представьте что здесь творится и это вода полностью грязная вот дети у нас ходят по воде почему-то им нравятся а я думаю что я думаю что они зарабатывают деньги вот этим деткам то есть люди хозяева этих скутеров наверно не думаю просто платят платят денежку для того чтобы они подогнали скутер вот туда на сухое место представьте даже таким образом детки зарабатывают смотрите здесь просто вот вода я вышла на секундочку от доктора посмотрите я говорю почему грязной воде ходите зачем зачем вы это делаете он у меня спросил подошел что машину надо типа вытянуть я думаю что они зарабатывают конечно на этом кто-то 5 10 20 руки дают им за это и они вот туда вот на сухое место просто машину отгоняет да 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 принесли кто-то вот принес принес от скутера ключи и сейчас они будут эту машину просто машину будут отгонять туда но это конечно бедные детки бедные это конечно детки им нужны денежка хотя я не знаю что они заработают их 5 человек если честно и что они заработают на на пятерых даже если заплатят каких-то там 50 рупий 20 рупий не знаю хотя я даже сомневаюсь что им заплатят и 50 рупий 50 даже вряд ли заплатят скорее всего 10 20 максимум вот видите пошли они пошли отгонять видели вы я как раз засняла этот момент когда ему ему дали денежку хотя я не знаю я не видела сколько ему дали ну какие-то были там деньги погнали туда я уже вошла внутри кстати хотела вам немножко показать клинику внутри конечно я не смогу снимать но здесь можно погрутиться немножко как бы это приемная приемная можно сказать хотела показать вам какие бывают зубные клиники в индии потому что часто мне говорят о том что вот бы посмотреть какие больницы какие клиники все у всех всегда такое мнение что здесь только грязно и так далее то есть вот вам хотела показать что здесь тоже все цивильно все довольно таки неплохо вот я еще сейчас покажу вам на фронт камеру то есть вот это вот приемная видите там у нас софа стоит там ждут люди а здесь у нас здесь у нас принимают больных посмотрите у нас есть кондиционер кстати недавно они делали здесь ремонт часы есть здесь есть телевизор вентилятор где принимают где принимают больных стеклянная дверь вот она я пришли приехала уже домой там конечно до жара был конкретный то есть вообще не реально было снимать даже когда я уже оттуда выходила к сожалению хотелось вам показать что там творилось но я как всегда выперлась без зонтика поэтому пришлось накрываться мне вот этой карточкой своей слава богу что она покрыта каким-то ламинатом и он мне послужил как зонтик кстати по дороге заехала купить некоторых фруктов и овощей а цен была вообще в полнейшем шоке хотела с вами сейчас поделиться и кстати вот по тому поводу когда я показывала вам что вот дети дам мальчишки эти бойки как они зарабатывали деньги вообще вот кстати первый раз такое видела хотя в принципе вот говорят же голь на выдумки хитра да то есть реально молодцы такие мальчишки хотят хоть заработать так сказать на ровном месте доходе в принципе работа не пыльная до подняли свои джинсы до колен но просто что конечно грязная вода ну я там по грязной воде ходила ну по крайней мере заработают какую-то денежку от прикиньте вообще интересно было сегодня увидеть такую картину и я рада что эту картину я смогла и вам показать тоже ну что ж теперь я хочу пока рассказать вам о овощах и фруктах я конечно цен была в полном шоке вот это вот груши 220 рупий килограмм хотя они конечно сладкие хорошие ну цена я должна сказать что двухэтажная сейчас сезон появился у нас вернее начался апельсинов апельсины у нас тоже были 200 рупий килограмм но это вот именно те апельсины они вот как наши есть здесь разные апельсины есть вот не такие это более индийские они называются кино на индийском а это именно вот наши апельсины вкус точно вот как как нашинский так сказать взяла манго ну мангу тоже нехти 150 рупий килограмм представьте себе то есть вот такие вот цены то есть фрукта я взяла три фрукта на 800 руби ну тут у меня было больше чем по килограмму на некоторые позиции потом зашла еще на рынок купила овощи ну обычный перец я даже не помню сколько он стоит принципе он стоит не так уж и дорого это обычный перец я думаю где-то рупий 20 в 250 грамм здесь все продаются по 250 грамм опять же купила себе зеленый вот этот бинс на английском он называется мне уже писали много о нем и так называется и сяк называется но не знаю в индии это называется зеленый бинс хотите называйте спаржей как хотите ну в общем 30 рупий пау 30 рупий 250 грамм то есть на 120 рупий как бы тянет килограмм потом взяла лимонов сегодня большие мне попалось две штучки 10 рублей тоже как бы не дешево да я взяла на 50 рублей и что я еще сегодня взяла я взяла огурцы хорошие огурчики мне попались очень такие маленькие 30 30 рупий килограмм ну хорошие такие маленькие хрустящие и взяла еще я взяла еще бурячок тоже сейчас начался сезон бурячка то есть в сезон дождей он такой хороший такой прямо классный такой твердый вот маленький такой хрустящий взяла и на салат и больше борщик думаю сварить хочется мне борща сварю свой фирменный борщик на фасоли сегодня фасольки замочу а завтра сделаю борщик но это тоже вот 30 рупий 250 грамм тоже как бы не дешево представьте вот это все что я взяла все что я взяла там у меня было 800 а здесь я заплатила 150 то есть представьте на 950 рупий я купила вот это все прикиньте как бы нечего видите нечего есть как бы ну я не забыла свою вот эту свой вот этот баскет свою вот эту сумку как по-нашему сказать на английском это баскет я конечно восхищена этим баскетом вообще просто чудо не баскет вездеход везде везде проходимый хоть дочь хоть и в снег хоть и в сляхать поэтому я рада кстати по помощи по поводу овощей и фруктов хочу сказать почему все так дорого в сезон дождей в сезон дождей дорого все потому что именно сезон дождей все гниет заводятся в этот сезон дождей заводятся черви абсолютно во всем хоть манго хоть помидоры я только вот наверно в огурцах никогда еще не видела червей а так вот любых овощах фруктах хоть это даже и вот этот вот зеленый бинз поэтому им надо быстренько все продавать если залеживается товар он просто пропадает и в нее тут я даже заметила по дороге потом у одного манга у меня вот здесь вот такая черненькая как вдавленная штучка вот это этот мангу может быть вполне червивый то есть представьте я заплатила 150 рублей за килограмм и еще не факт что я каждый из этого съем то есть если он если он будет червивый то придется выбрасывать как бы вообще в этот сезон мы мангу не покупаем потому что мангу в этот сезон бывает червивым в общем все здесь я буду заканчивать рада была с вами сегодня встретиться подписывайтесь на мой канал кто первый раз меня видит и вам понравилось если вы хотите знать о моей жизни в индии о индии о индийских традициях и о моих индийских буднях подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо вам за внимание пока пока